Привет зритель! Очередная интересная история из сети. Ставим лайк и поехали! После того, как невестка поехала на заработки в Испанию, у моего 34-летнего сына остановилось сердце. Длинные 12 лет я не решалась рассказать кому-то свою страшную историю. Внезапно я потеряла сына. Внук остался сиротой, а невестка тем временем наслаждается себе в Испании. Вспоминаю о всем со слезами на глазах. Единственное, что заставляет меня жить дальше и не упасть духом, это мой внук. Для каждой женщины родной сын всегда будет дорогим человеком в мире. И когда появляется невестка, каждая мать с недоверием впускает девушку в семью. Так и со мной было. Когда мой Иван привел домой свою любимую Ирину, мне так обидно стало. Знала, что он хочет жениться, но не думала, что так скоро. Познакомилась с его девушкой, накрыла на стол и пошла тихонько плакать в кладовку. Избранница сына была хорошей, красивой, ухоженной девушкой. Правда, с первых минут бралась управлять Иваном. То ей то, то другое сделай. А мой Иван никак ей не мог отказать. Хороший был очень. Так они и жили полгода в моем доме, а потом решили пожениться. Свадьбу сыграли большую. Родители невесты были состоятельные. Да и я не считала себя бедной, хоть и жила без мужа. Не сложилась у нас жизнь с ним. В день свадьбы пожелала сыну счастья, благословила молодых и приняла к себе дочь. Так и стали жить все вместе. Сын мой устроился на работу бухгалтером в одну фирму. Я еще немного зарабатывала медсестрой. А вот Ирина не хотела работать. Говорила, что лучше будет готовить и убирать. Но на самом деле я варила и убирала я, но уже после работы. Сначала терпела невестку, а затем стала ей выговаривать. Просила, чтобы хоть немного изменилось. Ленивая она была, что тут говорить. Но сын ее любил. Мог со мной не разговаривать несколько дней из-за того, что я наругала ее. Моя жизнь превратилась в ад. Я была между двух огней. Когда Ирина забеременела, то думала, что уйду из дома. Она ежедневно поднимала истерики, капризничала и говорила, что даже посуду мыть не будет, потому что ее ребенку это повредит. Все свалилось на меня. Мне приходилось и невестку ухаживать и деньги зарабатывать. А Ваня только и делал, что тратился на дорогие подарки для любимой. Немного наша жизнь наладилась после рождения ребенка. Маленький Назар примирил нашу семью. Вдруг все забыли о ссорах и проблемах. Мир вращался только вокруг моего внука. Назар рос здоровым, умным и красивым парнем. Все было бы хорошо, но неожиданно я потеряла работу. В нашей больнице начались массовые сокращения. На работе оставляли молодых и сильных работников, а пенсионеров увольняли. Такая судьба постигла и меня. И я видела в этом свои плюсы. Теперь невестка могла идти работать, а я стала няней. Ирина согласилась, сразу взялась искать работу. Куда только не просилась. Но ее, хоть и с экономическим образованием, нигде не хотели брать. Разочаровавшаяся Ирина приняла кардинальное решение. Как-то за ужином она сказала, что едет за границу. У нее в Испании работает тетя, которая поможет устроиться. Решение невестки было окончательным. Иван, когда услышал, что жена хочет бросить его и сына, пришел в ярость. Затем упал на колени и стал умолять, чтобы Ирина не уезжала. Да, она и слушать его не хотела. Говорила, что на одну зарплату мы не проживем. А она поедет на год и заработает немного денег. Свой бизнес откроет после возвращения. Уже через три месяца Ирина упаковала чемоданы и попрощалась с нами. Поцеловала сына, мужа, меня даже обняла и закрыла за собой дверь. Оставила невестка меня с сыном и пятилетним внуком. Шли годы, она приезжала иногда. Скажу честно, я ее не узнала. Невестка похудела килограммов на 10. Приехала накрашенная с темным макияжем на глазах, сделала себе модельную стрижку, словом, совсем другая. При этом счастливой выглядела. Хотя опять рассказала, что очень тяжелая у нее работа. Мне тогда показалось, что Иван уже не был рад, что увидел ее такой. Лучше бы не приезжала. Назар выбежал из своей комнаты и сказал, что это за тетка, я ее не знаю. Да это же твоя мама. Объяснили ребенку. Ирина побыла дома неделю. С Иваном они почти не разговаривали. Как-то я зашла в дом и услышала крик. Они ссорились. Иван кричал, что больше не пустит Ирину в Испанию, что отнимет у нее загранпаспорт. Невестка же кричала, что он не имеет права, что она еще и сына с собой заберет. И вот как-то, когда Иван был на работе, Ирина упаковала сумку и убежала в свою Испанию. Внука я ей не отдала. Спустя несколько недель у Ивана начались проблемы с сердцем, а спустя два месяца его не стало. Не выдержал мой родной. На прощание было много людей. Но я никогда не забуду крик Назара, который еще не понимал, что происходит. Папа, вернись, потому что мама уже не вернется. Тот детский крик заставил рыдать всех, кто был на кладбище. Я схватила внука и прижала к себе. С тех пор прошло 20 лет. Мой внук теперь учится в университете, будет программистом. Я получаю пенсию и подрабатываю продавцом на рынке. Так и живем. А недавно узнала, что моя бывшая невестка замужем в Испании за каким-то бизнесменом. У нее уже двое детей. Одной девочке 12 лет, а второй 5. Своего сына здесь она не признает.